В Спасском силами сельчан и при содействии руководства села отремонтирована детская игровая площадка. Добровольцы подумали и о практичности, и о красоте. Симпатичные девчонки старательно раз за разом повторяют гимнастические элементы и упражнения. Колесо и мостик уже отлично получаются. Тут, как пояснили ребята, просто место притяжения для детей Спасского. И, конечно же, приезжих. Первый раз сегодня на площадке, нет? Нет. Я вас насмешила, я поняла. А часто приходите? Да. Здесь лучше всего встречаться. То есть с друзьями собираться? Друзей приглашаю, вот с другом иногда приезжаем. Я понимаю, тут, в принципе, ребята есть, поиграть есть с кем. Да. Понятно. Как тебе площадка вообще? Как оценишь? Мне нормально. Нормально. Хорошо. Кайф. Кайф на площадке тоже? Да. Часто сюда приходишь? Да. Расскажи, чем занимаетесь тут? Ну так, с братанами футбол играем. И иногда мы с подругой сюда приезжаем, катаемся. Более 10 лет назад при участии органов местного самоуправления и депутатов рядом с сельским домом культуры в Спасском появилась эта детская игровая площадка. И обновление такой зоны досуга стало для детей настоящим подарком этим летом от неравнодушных взрослых. Решено было покрасить все сохранившиеся части конструкции, а кое-какие игровые элементы почти полностью заменить. Исправились в общей сложности дня за три. На инициативу жителей откликнулась администрация сельского поселения Кандабулак. Глава территории предоставил некоторые конструктивные элементы для ремонта и расходные материалы для проведения работ. А теперь, когда имеющиеся игровые формы тут немного обновили, местные малыши уже подумывают о большем насыщении территории. Качели. Потому что они часто заняты. Качели, да. Качели. Качели для детей более маленьких. А дети вот тут маленькие очень сложно думать. А большие качели. Им нужно поменьше качели. Может быть от солнца. Зарек какой-нибудь, да, беседочка такая. Еще бы карусельку небольшую, новенькие какие-нибудь аттракциончики для малышей. И можно, потому что мама приходит с маленькими детьми. Им хочется тоже и поиграть, и покататься. И, ну а так, по мере необходимости, аппетит приходит во время еды. Это хорошие планы на будущее. Тем более, возможности участия в грантах и иных конкурсах в области сейчас широкие. Екатерина Реснянская, Денис Витрюк для информационной службы телекомпании «Радуга-3».